Всем доброго времени суток! Сегодня я начну смотреть серию фильмов, которые я давно уже хотел еще вновь пересмотреть. Я вообще любитель, скажем так, фильмов ужасов, но именно не вот ужасов, не пониманий кучи кровяки, кишков и так далее, а именно всякой жути, страха и прочего. И, наверное, мне всегда нравились классические хорроры от студии Universal и от студии Hammer. Это те, которые начались еще в 30-х годах и продолжали в 60-х. Так называемый золотой век фильмов ужасов. Знаете, все вот эти Дракула, Фракетштейн, Мумия, Существо из Лагуны, Человек-невидимка, вот это все дело. Классика, что называется. И в очередной раз меня пробрало посмотреть эти фильмы. И я решил на этот раз не просто их посмотреть, а высказать свое небольшое мнение, как я делал это с фильмами про Джеки Чана. Естественно, все подряд фильмы я смотреть не буду, а то это затянется опять на год, а то и больше. Поэтому я решил взять какую-то одну серию и посмотреть, так скажем, ее эволюцию с начала, так сказать, 30-х годов до современных интерпретаций. Я сначала подумал было взять, что называется, самый, так сказать, известный представитель Дракулу. Но потом так подумал, этих Дракул тьма тьмущая, да и вообще про вампиров много всякого наснимали. И потом я вспомнил, как бы Дракула основан на книге, Франкенштейн тоже основан на книге, и тот и другой образ использовали многократно. А ведь была же еще и мумия. Мумия не основана на какой-то конкретной литературе, насколько я знаю. Это своя собственная задумка непосредственно. Юниверсал. Поправьте, может быть, я ошибаюсь. И по мумии было не сказать, чтобы так уж прям много фильмов. И что самое главное, попыток переэкранизировать эту самую мумию были в разные периоды. То есть у нас была классическая мумия, у нас была мумия от студии Hammer 50-60-х, у нас был ребут 90-х годов, и у нас была относительно недавняя попытка 2017 года с Томом Крузом. Которую я не смотрел. И вот я как раз и подумал, а что если бы как раз за мумию, так сказать, и взяться. Вот, собственно, сегодня я и посмотрел, точнее пересмотрел в который раз уже фильм 32-го года, который так и называется просто мумия. Он, естественно, черно-белый. И довольно-таки старый. Сразу скажу, что этот фильм далеко не каждому зайдет. Его надо смотреть, скажем так, в определенном настроении, с определенной подготовкой, с определенным складом ума. Современная молодежь вообще уснет, наверное, на первых 10 минутах с его просмотра. Но мне этот фильм по-прежнему нравится. Я его пересмотрел. Честное слово, ему скоро будет 100 лет. Он вышел в 32-м году. Я его сейчас пересмотрел в 2021-м. Он вышел в 1932-м. Рано или поздно, я надеюсь, я доживу до того момента, когда ему исполнится ровно 100 лет, и я его пересмотрю тогда еще раз. И вот я его пересмотрел сегодня, и этот фильм по-прежнему хорош. Он, конечно, не шедевр. Как я уже сказал, нужно в определенном складе ума находиться, чтобы его смотреть. Но он по-прежнему, скажем так, проходит проверку времени. В чем суть? Нам показывают Египет. 1922 год. Археологические раскопки. Находят какой-то саркофаг. Там находят мумию. И вместе с мумией находят что-то вроде сундука небольшого. Трое археологов сидят, спорят, все это дело обсуждают. Они прочитывают манускрипт, который находится на этом самом саркофаге, и там предостережение. Типа... Как вовремя? И там предостережение. Типа на эту мумию наложено проклятие. Он натворил бед, скажем так, в прошлом. Типа не вскрывать, не трогать, закопать обратно, если откопали. Потом, забегая вперед, по ходу фильма будет флешбек, и нам объяснят, в чем, собственно, провинность непосредственно этой самой мумии. Но не в этом суть. Точнее, суть-то и в этом, но не сейчас. Пока двое из них сидят, спорят, скрывать или не вскрывать, третий втихаря все-таки вскрывает, и тем самым будет эту самую мумию, которая оживает, забирает свиток и смывается. При этом тот самый третий, как раз археолог, он эту мумию видит, естественно, охреневает, и у него едет какая-то крыша далеко и надолго. Проходит 10 лет, но показывает уже сын одного из этих археологов на очередных раскопках, и к нему внизу... У него раскопки не вяжутся, очень ему не повезло, он уже собирается собирать манатки, так как бюджет заканчивается, и уезжает. Но внезапно на пороге появляется какой-то египтянин. Мы прекрасно понимаем, что это та самая мумия, которая сбежала. Забегая вперед, его зовут Имхотеп. Но главный герой этого, естественно, не знает. Он просто думает, что это очередной египтянин. Он представляется Ардов Беем и говорит, что, мол, я знаю, как вам помочь. Есть тут неподалеку гробница, которая нигде не задокументирована, и я могу вам вас ее туда привезти, и вы ее раскопаете, и вы знаменитыми станете, и все дела, и тому подобное. Но взамен я типа требую, чтобы все, что вы там нашли, вы отдали британскому музею в Каире, то есть в Египте. Собственно, что и происходит. Он по наводке Ардов Бея слэш Имхотепа находит гробницу и откапывает ее, и там оказывается дочь тогдашнего фараона Ангсан Аман похоронена. Позже мы узнаем, что оказывается Имхотеп был жрецом, который служил на похоронах этой самой Ангсан Аман. А эта самая Ангсан Аман была жрицей богини Изиды. Однако этот Имхотеп был в нее по уши влюблен и украл свиток Тота из Египта, из Каира. Согласно этому свитку можно было оживить мертвых. Он попытался это сделать, он попытался ее оживить, но его застали, что называется, с поличным. И это, естественно, грех жуткий для них. В честь чего его, собственно, похоронили живьем. Мумифицировали живьем и повесили на него такое проклятие, грубо говоря. Теперь он как бы ожил в наше время, относительно в наше время, 30-е года, и хочет оживить также Ангсан Аман и жить, так сказать, с ней долго и счастливо. Но тут внезапно загвоздочка возникает. Когда он пытался уже в 30-е года попытаться произнести заклинание, чтобы ее оживить, оказывается, что ее дух живет в одном из ее потомков. То есть он переродился в другой девице. А в эту девицу уже оказался влюблен наш главный герой, который сын как раз этого археолога. Думаю, что произойдет дальше, в принципе, вы можете угадать. Фильм довольно-таки старый, он довольно-таки предсказуемый. Ну и, собственно, да, весь замес. Имхотеп пытается загипнотизировать свою реинкарнацию своей возлюбленной, хочет ее убить, чтобы ее воскресить в виде мумии. А герои наши хотят ему помешать. Собственно, вот и весь фильм. Довольно-таки простенько, но довольно действенно, я бы сказал. Фильм весьма своеобразный, как я уже сказал. Там, естественно, он черно-белый, он старый, там практически нет никаких спецэффектов. Единственное, из спецэффектов, я заметил, это очень-очень много грима наложено было. Актер, который играл в мумию, Борис Карлов, он очень хорошо отыграл, причем он очень хорошо отыграл как саму непосредственно мумию, что, в принципе, неудивительно. За год до этого он отыгрывал как раз монстров Рокештейна, так что что одно, что другое, ему как бы не было в новинку. Но мне также понравилось, когда показывали нам флешбеки, показывали, как он вел себя в реальной жизни, то есть, когда он еще не был мумией. То есть, он как бы играл две роли одновременно, и он отыграл обе роли очень даже хорошо. Тут, кстати, стоит отметить, что в этом фильме еще нет вот этого клише, которое привязывают к различным как раз таки мумиям современностям. это то, что они все такие забинтованные из себя, в этих самых бинтах ходят с вытянутыми руками, медленно передвигают ногами, пытаются всех задушить. Вот этого здесь еще ни черта нет. В бинтах мы его видим только в самом-самом-самом начале. Как только он появляется во второй своей сцене уже в виде ардфбея, в кавычках, он уже без бинтов. У него жутко морщинистый такой, сморщенное прям лицо, то есть видно, что что-то с ним явно не так. То есть, как я уже сказал, гримеры поработали прям отлично. Но все равно он ходит без бинтов. Именно что, более человеческий облик у него. Но передвигается он действительно медленно и довольно-таки размеренно, так планомерно. Что мне еще, кстати, понравилось, мумию здесь не показали, как вот, во-первых, не показали как бы в классическо клишированном понимании, как в стиле вот такого зомби с вытянутыми руками, но при этом нам его и не показали каким-то всемогущим упер-супер-пупер-дупер-волшебником, как это было в фильме Сомерс с 99-го года. Здесь он показан больше манипулятором. Он это указывает, где находится гробница, он указывает, где найти свою собственную возлюбленную, то есть он все это как бы заранее планирует, он все это осуществляет чужими руками, чтобы эта гробница оказалась там, где ему надо, чтобы он пришел туда и втихаря попытался сделать весь этот ритуал по оживлению. определенная доля магии в нем есть, но она довольно-таки ограничена, она в основном заключается в гипнозе и манипуляции. Собственно, да, там есть одна такая жутковатая сцена, которая прям, когда я первый раз этот фильм смотрел, и когда я его пересматривал, она прям больше всех запоминается. Вот как раз таки сцена непосредственного гипноза различных персонажей в этот момент показывают крупный план его лицо и его глаза подсвечиваются. То есть и плюс у него еще взгляд такой прям вот реально жуткий. Серьезно, вы этого мужика где-нибудь на улице увидите, вы обосрётесь. Это, блин, это надо видеть, что называется, чтобы самому понять. Я сделаю, наверное, потом на монтаже этот кадр. Вот. Собственно, да, вот это не фильм ужасов традиционно для нас понимания. То есть здесь нет кучи трупов, здесь нет расчлененки, здесь ничего нет. Здесь, по-моему, есть всего лишь две смерти, и то одна из них от удушья, а вторая, скажем так, на заднем плане, то есть мы постфактом уже узнаем об этом. Во флешбеке показывают, есть был один момент, когда нам показывают, как рабов, которые хранили его, протыкают их насквозь копьями, чтобы умертвить их, чтобы они никому не сказали, где его могила находится. И это, пожалуй, единственный момент. Даже финал, когда непосредственно происходит, так сказать, в кавычках сражение с этим самым имхотепом, потому что сражением это нельзя назвать, даже когда он умирает, это именно показано в виде спецэффекта, это, по-моему, единственный спецэффект, прям реально крупный спецэффект в фильме, когда его побеждают, я не скажу, наверное, кто его побеждает, что отвечает с ним, но спецэффект довольно интересный, не хочу спойлерить, все-таки рекомендую вам самим посмотреть, эффект там довольно интересный, и даже когда вот он умирает, нам не покажет непосредственно расчлененку, нам показывает просто его скелет, череп, останки, то есть в этом плане это не фильм ужасов, это скорее триллер, мистический триллер, то есть если вы будете смотреть его как классический фильм ужасов, он вас разочарует, поэтому смотрите это не больше, чем как триллер, вот, я все-таки рекомендую посмотреть этот фильм, просто, ну да, как я уже сказал, это не для каждого явно, это очень своеобразное кино, сейчас, конечно, его будет смотреть сложно, но если вам интересна классика фильмов ужасов, а еще классика вот этих классических монстров, так сказать, извиняюсь за тавтологию, рекомендую посмотреть этот фильм, также еще рекомендую посмотреть классического Дракула и классического Франкенштейна, но это разговор как-нибудь на следующий раз, вот, собственно, пока, наверное, все, дальше, потом посмотрим уже последующим секвелом, так, продолжим с мумием, я посмотрел второй фильм, второй фильм от студии Universal, который, по идее, должен быть как бы вторым, вышел он в 1940 году и назывался «Рука мумии». Это не является прямым сиквелом непосредственно к мумии 32-го года, это, скорее, совершенно другой фильм, но берущий некоторые элементы с первого. В общем, вначале нам показывают Древнюю Египет, то есть, начали именно с флешбека. Что самое интересное, они начали с флешбека, причем, они использовали футажи непосредственно из первого фильма, то есть, там видно в некоторых моментах стоял непосредственно Борис Карлов, который исполнял роль мумии Имхотепа в первом фильме, но во втором фильме это другая совершенно мумия, это другой персонаж по имени Харрис, и его играл другой актер Том Тайлер. То есть, там было видно, как они на монтаже подменяли в моментах этого Харриса за Имхотепа, но по сути, суть замес основной тот же самый, то есть, он был влюблен в принцессу, принцессу похоронили, а он пытался ее оживить, за что его мумифицировали, но здесь это обыграли несколько по-другому, за ним, за Харрисом теперь бздят жрецы великого Карнака, которые дожили типа до наших дней, и так как он типа бессмертный стал, из-за того, что он проклят, этот Харрис, за ним надо следить, чтобы он не бедокурил, и поэтому, и при этом надо следить, он как служит сторожем для гробницы Ананки, принцессы Ананки, да, тут еще и принцесса другая, вот, то есть, он как бы сторож непосредственно гробницы, а эти жрецы, эти сторожа Харриса, то есть, Харрис здесь изображен этакой дворнягой, которая охраняет непосредственно гробницу, а жрецы это как сторожа таки своеобразные, и да, отсюда пошел как раз вот этот вот стереотипный клише-момент про мумию, забинтованную всю с ног до головы, которая тащит одну ногу за собой, и с вытянутыми руками вперед, и все такое, вот, да, вот именно с этого фильма все и пошло, собственно, фильм идет чуть больше часа, если первый фильм шел час-десять, то этот идет час-пять минут, то есть, немного относительно, проблема вся в том, что первая половина фильма нам показывают, как бы так сказать, наших главных героев, двух оболтусов, которые случайным образом нашли случайную вазу на каком-то рынке в Каире, которая, собственно, указывает косвенно на гробницу этой самой Ананки. Они вот эти половину фильма, грубо говоря, ищут в разных местах спонсирования для своей экспедиции, и тем самым привлекают внимание этих самых жрецов Карнака. Потом где-то минут десять происходят непосредственные раскопки, и с одной стороны нам показывают раскопки, с другой стороны нам показывают жрецов Карнак, которые тихоря за ним наблюдают. Ну, а последние двадцать минут это, собственно, непосредственно сам конфликт. То есть они находят Хариса, появляется главный жрец Карнака, Хариса оживляет, и Харис начинает планомерно всех душить. Задушил он, правда, всего лишь двоих успел, но персонажей в фильме все равно немного, так что не особо большая разница. В конце в итоге классическое такое столкновение Иса со жрецом, с помощью Карнака жрец похищает Дамзел и Дестресс, я не помню, как этот персонаж звать, но там дочка одного из тех людей, которые организовывали как раз экспедицию, он ее похищает, он в нее влюбляется, жрец Карнака, он пытается вживить и какое-то зелье сварил, чтобы она жила вечно, и он тоже жил вечно, сидела. Но появляются наши главные герои, спасают его, потом появляется мумия, происходит небольшое столкновение, буквально минуту-полторы между ними, и все заканчивается тем, что они эту мумию сжигают. Оказалось бы, он вроде как бессмертный, как говорили в начале фильма. В общем, да, вот этот фильм как раз-таки первый из чего пошло вот этот как раз клише, как я уже сказал, относительно всех вот этих изображений мумии, которые вот всех изображают. Но также этот фильм стал, скажем так, началом серии, оригинальной серии. То есть, если оригинальный фильм мумии, он как бы стоял особняком, то именно вот этот вот фильм, рука мумии, начал свою собственную серию. Потом, впоследствии, вышла еще четыре фильма. Гробница мумии, призрак мумии, проклятие мумии и Эббот и Костелло встречают мумию. И во всех этих фильмах уже непосредственно появляется вот этот вот мумия Харис, то есть, это продолжение его непосредственной истории. Несмотря на то, что его как такового этого персонажа можно сказать и нет. То есть, он ничего не говорит, он ничего не делает, он просто ходит, всех убивает на протяжении всех этих фильмов. То есть, если вот этот первый в кавычках фильм «Рука мумии» можно посмотреть разок хотя бы просто ради того, чтобы посмотреть откуда взялась вот эта вот оригинальная клише, то все остальные фильмы смотреть уже вообще бесполезно. Это во-первых. А во-вторых, мне не понравилось то, что в каждом фильме все больше и больше становится юмора и все меньше и меньше саспенса. последний фильм, который Эббот и Кастелло встречает мумию, это вообще уже натуральная комедия. То есть, Эббот и Кастелло это комики того времени, они много что высмеивали в то время и они снимали несколько фильмов, то есть, они и про мумию снимали, они и про Дракулу снимали, они про Франкенштейна снимали, они всех вместе встречали их в кавычках в отдельном фильме. То есть, это уже прям натуральная комедия, то есть, там даже мистическим триллером там вообще и не пахнет. Собственно, и вот так вот, скажем так, заканчивается оригинальная серия фильмов про мумию, то есть, их было 6 фильмов и подводя итог, я могу посоветовать только первые два. Первый просто потому, что это хороший фильм, устаревший, но хороший, а второй, который рука мумии, его можно посмотреть чисто, чтобы, скажем так, на своем опыте узнать, откуда взялся вот этот вот клише с тащащей за собой свою ногу мумия, которая безэмоциональная, просто машина-убийца, скажем так. Откуда взялось вот это клише, первое появление вот этого самого клише. Остальные фильмы можете смело скипать. Если честно, последние два фильма я буквально на перемотке посмотрел, настолько они вообще неинтересны. Они мало того, что неинтересны, так они еще там с каким-то очень странным, неуместным юмором. Еще третий момент, который я хотел бы отметить, что во всех этих фильмах сюжет совершенно новый, но он как бы продолжает историю, в кавычках, историю этого непосредственного Хариса. То есть, в каждом фильме сюжет как бы свой собственный новый, но везде одна и та же мумия Харис. То есть, как-то так или иначе все время они его будут опять, либо будут, либо воскрешают, и он опять начинает всех убивать. То есть, это уже право натуральный, так скажем, классический конвейер. То есть, если проводить аналогию с современными фильмами, наверное, самым ярким примером будет, наверное, Хэллоуин с постоянным воскрешением Майкла Майерса. Наверное, вот здесь вот это как раз тоже и пошло. Так что, по итогу, подводя, как бы скажем так, итог основной вот этой оригинальной серии с 1932 по 1955 год, вот этих шести фильмов, рекомендую посмотреть первый фильм. Если он вам понравится, можете посмотреть второй. Остальные скип сразу прям, без вопросов. Так, я посмотрел Мумию от студии Хаммер, тоже британская студия, видимо, получил права или еще что-то, я не совсем понимаю. В любом случае, в 1959 году вышел эдакий ремейк, но, к сожалению, не оригинальные Мумии 1932 года, а именно более, скажем так, видимо, прибыльные Мумии 1940 года. Но определенные элементы фильма 1932 года там тоже есть. Фильм на этот раз цветной уже. Я бы не сказал, что он хуже, но мне он понравился меньше, нежели оригинальная Мумия 1932 года, но это по-прежнему хороший, интересный фильм. Основная суть замес приблизительно тот же самый, то есть есть археологи, которые отхопали гробницу принцессы Ананки. Там в качестве сторожа сидел, скажем так, мумия Харрис. Они его непроизвольно оживили. Появляется недовольный жрец бога Карнака. Он забирает мумию с собой и, собственно, пытается на протяжении остального фильма планомерно убить всех трех археологов, которые, так сказать, нарушили покой его принцессы. Собственно, это профессор Беннинг, его брат и его сын. Сына играет Питер Кушинг. Это актер, который, наверное, у нас в России больше всего известен по роли генерала из «Звездных войн». Мумию, кстати, играет Кристофер Ли, тоже довольно известный актер. Эти оба актера до этого играли в других фильмах от студии «Хаммер», в частности, в «Дракуле» и в реинкарнации, скажем так, или ремейке Франкенштейна. Причем, Кристофер Ли прославился именно как Дракула, а Питер Кушинг прославился именно как Франкенштейн. Не монстр Франкенштейна, а именно сам Франкенштейн. Собственно, Кристофер Ли играл «Дракулу», а Кушинг играл Ван Хельсинга. В фильме же про Франкенштейна Кушинг играл Франкенштейна, а Кристофер Ли играл монстра Франкенштейна. И вот в этом фильме это третий фильм как раз, и они вновь тут дуэтом, только на этот раз Кушинг играет главную протагониста, скажем так, а Кристофер Ли вновь играет монстра. Видимо, ему нравилось играть монстряков все время. За основу, как вы поняли, взяли фильм именно 40-го года, то есть это про мумию Хариса, то есть и про этого жреца Карнака, который им управляет. Мумия, естественно, здесь показана таким вот полубезмозглым, поясню, почему, чуть попозже, таким вот полузомбиком, который, ну, он, конечно, не с вытянутыми руками ходит, но он все равно ходит медленно, прихрамывает и постоянно душит всех. Собственно, двоих он успел придушить, а вот третьего как раз Кушинга не успел. Мне понравилось то, что они обыграли тот факт, что подключили полицию к этому делу, то есть если в прошлых фильмах истории были какие-то локальные и, скажем так, не затрагивали массы, то здесь действие происходит что-то вроде небольшой деревушки такой, вот, или скорее вокруг этого, вокруг особняка Беннингов как раз вот этих археологов видимо выросла небольшая такая деревушка, что-то вроде того, то есть они как типа местные знают лорда или еще как-то там, ну, Британия все-таки, вот, а все остальные типа как крестьяне, вот, и там есть собственно полиция, и мне понравился персонаж главного инспектора, который пытается расследовать все эти убийства, то есть сначала убили Беннинга старшего, потом его брата убили, вот, а потом теперь как бы ведется охота на этого, на Беннинга младшего, и при этом эту мумию Харриса уже видели некоторые свидетели по ходу фильма, он перемещался же, естественно, он же не телепортируется туда-сюда обратно, вот, в прошлых фильмах это происходило в более закрытых локациях, и там все это вокруг центральных персонажей крутилось, второстепенных персонажей там по сути не было, вот этот момент меня обыграли, и мне понравилась вот эта вот арка, скажем так, инспектора, который сначала, естественно, во всю эту ахинею не верил от слова совсем, ну, серьезно, когда вы приходите, грубо говоря, на дело, видите, развороченные, раскуроченные двери, трупах, единственный свидетель, который все это видел, утверждает, что пришла мумия, забинтованный труп, и задушил жертву, вы, естественно, тому не поверите, вот, и этот, собственно, инспектор тоже, нифига этому изначально ни черта не верил, и актер, который его играл, прям вот отлично сыграл, знаете, по его взгляду видно, вот, когда он смотрит на Кушинга, как раз они, когда он рассказывает эту историю, по одному взгляду этого инспектора видно, что что-то ты мне заливаешь, что-то ты мне какую-то пургу в уши, лапшу какую-то на уши вешаешь, вот этот персонаж мне понравился, и потом, по мере того, как он проводит свое расследование, то есть там показали, как он опрашивал свидетелей, опрашивал всех, проводил какое-то свое расследование, он постепенно начал верить вот в эту вот, казалось бы, для него безумную теорию, что на самом деле оживший труп ходит и убивает людей. Но, несмотря на это, у фильмов есть несколько минусов спорных. Во-первых, он очень затянутый, серьезно. Предыдущие фильмы шли в основном где-то час, пять, час, десять минут, черно-белые, которые были от студии Universal. Этот идет полноценно полтора часа, но по сути он рассказывает ту же самую историю. И он, и это все дело растянули прям очень сильно. Там опять показали вот этот классический флешбек, где нам показывали собственно, что произошло, то есть, как было захоронение Ананки, как Харрис пытался ее воскресить, и как его потом захоронили. И вот этот момент растянулся минут, наверное, на 15, на 20. Это очень все сильно растянуто, это очень медленно. и если честно, фильм можно сократить буквально на полчаса, а то и больше. В некоторых моментах он очень сильно растял. Но, я вот это тоже хотел момент отметить, они привнесли некоторые элементы из первого фильма. То есть, как я уже сказал, это Харрис пытался ее воскресить, он был влюблен в эту Ананку, он пытался ее воскресить, за что его мумифицировали заживо, как своеобразного сторожа. Так вот, в этом фильме обыгран тот момент, что Харрис не безмозглая мумия на этот раз. То есть, да, он выполняет приказы жреца вот этого Карнака, который говорит, что, мол, вот эти неверующие осквернили гробниц твои возлюбленные, иди убивай их. Но элемент, принесенный как раз из первого фильма, это то, что супруга Беннинга-младшего, который играет как раз Кушин, ее зовут Изабель, она как раз таки типа реинкарнация этой самой Ананки, то есть, она один в один на нее похожа. И когда Харрис ее увидел, он явно заметил это сходство, и показали как бы его частичную человечность, что у него еще что-то есть. Он остановился, он не стал убивать Кушинга, и он пошел назад, тогда как как раз он добрался до этого Беннинга-младшего, то есть, до третьей своей жертвы. Изабель как раз услыхала то, что он через окно буквально на пролом на таран пролетел. Она спустилась с второго этажа, забежал в кабинет, и на ее крик Харрис обернулся и увидел как раз ее сходство. Отпустил Беннинга и ушел в освоясь, так сказать. Этот момент как раз хорошо обыграли. И что мне понравилось, Кристофер Ли хорошо это тоже сыграл. То есть, он сам-то весь забинтованный. Во флешбек нам его показали как бы как он есть. Он и там неплохо сыграл. Но здесь у него по сути только два глаза вы увидите. И вот он этими буквально глазами умудрился показать неплохой спектр эмоций. То есть, сначала угрозу явную относительно Беннинга, то есть, он на него явно с угрозой смотрел. Потом явное удивление и замешательство, когда он услышал вскрик Изабелли, когда он ее увидел когда он к ней подошел тоже в общем вот этот момент очень хорошо обыгран. То есть, этакие элементы обоих фильмов, которые я отмечал до этого 32-го и 40-го года, здесь они есть. И вот этот мне понравился. Но, как я уже сказал, первый главный пробел очень сильно фильм затянут. А во-вторых, очень много ненужных моментов. То есть, например, моменты, когда этот флешбек очень сильно был растянут. Там очень все, скажем так, слишком досконально все показывали. При этом весь этот рассказ сопровождается как бы, так сказать, непосредственно комментариями самого Кушинга. То есть, этот флешбек нам показан в том плане, что он зачитывает как раз вот эту легенду своему дяде. То есть, он как раз находит вот эту легенду и зачитывает ему слух. А нам это как бы визуализируют. То есть, во-первых, это все показывает, а во-вторых, еще на заднем плане голос Беннига все это тараторит, грубо говоря. Это лишнее. Потом там были лишние моменты в баре, когда показывали вот этих вот пьянчук алкашей, которых сначала нанял вот этот жрец Карнака египтянин, чтобы перевести мумию в этом в ящике, чтобы перевести его туда в Британию. Потом, когда они там это случайно его начали находить, видеть этого Хариса, эти пьянчуги начали обсуждать это все дело с выпущенными глазами. Вот это все тоже очень сильно растянуто. Вот это вот делать не надо было. Можно было одну-две сцены буквально там на 3-4 минуты сделать, и все. А там это наверное минут 15 тоже все это в сумме будет. Вот эти вот моменты тоже можно было смело вырезать. А так в целом фильм очень даже хорош. Я его пересмотрел с удовольствием. Это тоже по-прежнему фильм явно не для каждого, но мне кажется за счет того, что он цветной и за счет того, что там более такой живой сеттинг, скажем так. То есть это не какая-то там затхалая пещера или гробница, как это было например во втором фильме. То есть тут какой-то более-менее оживленная такая типа мини-деревня небольшая показана. Это наверное для современного зрителя как-то проще воспримется. поэтому если вам не понравился фильм 32-го или фильм 40-го года можете попробовать посмотреть фильм 59-го. В этом плане он лучше. Но в целом все-таки мне фильм 32-го года кажется более атмосферным. Там хотя бы именно акцент на мумии идет в конце концов. Здесь мумия как бы частично по-прежнему как и в фильме 40-го года просто оружие убийства скажем так. Ему придали некоторые элементы человечности которых не было в фильме 40-го года но все равно их как-то немного. Да и концовка-то там несколько смазана я не буду спойлерить. Все-таки я рекомендую этот фильм посмотреть но опять же нужен определенный склад ума. Ну и да этот фильм дал начало новой ветке или целой серии фильмов уже непосредственно от студии Хаммер. Их по-моему тоже было что-ли то-ли-три то-ли-четыре штуки что-ли-то в 60-х годах выходило. Ну об этом уже в следующий раз. Так я посмотрел следующий фильм Curse of the Mommy's Tomb Проклятие Проклятие Гробницы Мумии В общем как бы так же как и из серии оригинальной серии студии Universal Хаммер тоже делала свою собственную серию про мумию только там было не 6 фильмов а 4 но вот как бы я раньше смотрел только первый фильм который называется просто мумия 59-го года а остальные три фильмы я не смотрел ни разу вот сегодня я посмотрел впервые как раз таки этот псевдо сиквел это потому что он практически никакого отношения не имеет скорее просто на тему мумии другой совершенно рассказ вышел в 64 году через 5 лет после Мумии от Хаммер совершенно другие персонажи совершенно другие актеры совершенно другой сюжет все совершенно другое по сути здесь только общая тематика египет мумия всех убивает и этот фильм просто откровенно плохой прям ужасно плохой практически по всем параметрам кроме наверное декораций декорации очень хорошие и некоторые актеры очень даже хорошо играют кстати про актеров стоит заметить что здесь играет актер который в прошлом фильме играл главного жреца здесь он также играет египтянина но он положительный герой это несколько странно и выбивает из колеи особенно если учитывая что когда и как я смотреть эти фильмы подряд это немного из колеи выбивает в общем если вкратце в принципе завязка приблизительно такая же есть археологи они находят гробницу они вскрывают ее мумия оживает и начинает всех потихонечку искоренять но здесь есть такой своеобразный твист скажем так твист заключается в том что главный злодей оказывается братом этой самой мумии которую который убил его тогда 3000 лет назад за того что завидовал его за это прокляли на вечную жизнь собственно именно поэтому он брата оживил потому что эта мумия типа единственная которая его может убить так как он бессмертный проклятый но он это сделал должен только после того как убьет всех тех кто вскрыл его гробницу именно поэтому он собственно всех и убивает кто к этому был причастен замес крайне глупый особенно если учитывать что в последней сцене этот якобы главный злодей умирает просто прям невероятно просто почему он 33 тысячи лет не мог умереть я хоть тебе не понимаю вот еще смешной момент в том плане что этот главный злодей настолько очевидный главный злодей что надо просто быть стадом баранов чтобы этого не увидеть абсолютно особенно это касается главного женского персонажа единственного женского персонажа она меня вообще раздражала больше всего во первых она тупая просто даже когда уже просто прям очевидно что главный злодей он злодей она все равно вешается ему на шею во вторых именно то что она вешается ему на шее то есть у нее есть жених это как бы показано было что у них отношения до это дав давнишние показано то что у них эти отношения скажем так не просто в стиле матросил и бросил то есть них свадьбы готовится все дела вот ну тут появляется какой-то непонятный ноунейм лавелас который прям буквально прям вот опять во первых очевидно что он злодей а во вторых очевидно что вот он-то как раз ты именно с целью по матросить и бросить грубо говоря тебя к тебе скажем так как концы подкатывает на и она буквально сразу же на это покупается посылает все нахер и вешается ему на шею вот вот серьезно мне мне хотелось самую придушить вот серьезно во первых потому что она тупая до невозможности а во вторых потому что шлюха просто выражаясь человеческим языком извините если кого-то оскорбил но просто вот серьезно вот эти два два персонажа они как бы центральные но не вызывают на настолько отторжение причем в плохом смысле отторжение злодей должен как бы вызывать отторжение я это прекрасно понимаю про но именно потому что он злодей а здесь он вызывает отторжение потому что он идиот а баба вызывает отторжение потому что Ну вот положительные персонажи как раз таки меня привлекали некоторые положительные персонажи. Проблема вся в том, что им либо не дали толком развиться, либо не на них вообще акцент был. А про некоторых персонажей просто откровенно забывают через некоторое время. Они просто пропадают из фильма, и их и не было. Мумия как таковая появляется, наверное, где-то только через полфильма вообще. Здесь мумия, вот прям классическая мумия. Она ходит медленно, очень медленно, с вытянутой рукой и всех душит. Все, больше она ничего не делает. Никакого, скажем так, развития у персонажей тоже нет. Там есть, опять же таки, предыстория, флешбеки, о чем я и говорил, декорации. Очень хорошая в этом фильме. Но история тоже из разряда ни о чем. Короче, этот фильм не то, что даже как сиквел к мумии Хаммеровской 59-го года, а просто даже как самостоятельный фильм про, скажем так, на тему. Очень плохо. Прямо серьезно плохо. Я его посмотрел в три захода, по полчаса. Он идет полтора часа. Я его по полчаса смотрел, потому что он, мало того, что он плохой, так он еще и скучный невероятно. Серьезно. И вот персонажи здесь прописаны очень плохо. Единственное, что вот те положительные персонажи, которые есть, некоторые из них очень хорошо, актеры очень хорошо играют. Это я могу отметить. И фильмы хорошие декорации. Даже по сравнению с той же мумией 59-го года, прям явно видно, что костюмеры, всякие косметологи все вот это очень хорошо постарались. За это им, конечно, респект. Но во всем остальном фильм, конечно, очень плохой. Очень не понравился мне. По крайней мере, на этот раз они подобрали... Что в этом фильме, что в прошлом фильме, я забыл этот момент отметить. В отличие от мумии 30-х-40-х годов, они хотя бы здесь подобрали действительно красивых женских героин. То есть, актрис, они действительно нашли красивых. В мумии 34-го года, 32-го... Я, конечно, не буду называть эту актрису прям страшной. Но вот прям реальной красотой от нее не веет. Ее даже привлекательной можно с трудом называть. А вот в этих двух фильмах хотя бы уже действительно, да, хорошая. В фильме 40-го года тоже... 40-го, 42-го, 44-го... Там тоже такие, ну, по крайней мере, на мой вкус, не очень привлекательные женские персонажи. А здесь вот именно что действительно красиво. Хотя бы вот это вот я могу видеть. В общем, да, пока вот из, скажем так, квадрологии от Хаммера по мумиям, второй фильм оказался полнейшим провалом. И забегая вперед, я немножко посмотрел. Судя по всему, два другие фильма будут также самостоятельными. То есть, если оригинальная серия от Universal получилась именно как бы один отдельный фильм, а потом, скажем так, последовательность рассказов про мумию Хариса, то здесь каждый отдельный фильм, это именно что, отдельный фильм, просто на тематику мумии. Наверное, хотя бы из-за этого будет интересно посмотреть, но, опять же таки, я пока ничего не могу сказать, потому что третий, четвертый фильм я еще не смотрел. Вот посмотрю, там уже и скажу. Итак, я сделал довольно-таки большой перерыв. К сожалению, я не смог найти следующий фильм на просмотр. Он называется «The Mabbit Shroud» Саван Мумии 1966 года. И я его нашел в нормальном качестве, в относительно нормальном качестве, только в одном месте, но там был какой-то дикий, жуткий рассинхрон по звуку. Где-то поначалу его не замечаешь, но минут через 20 он прям вообще сильно очень не в глаза, а скорее в уши бросается. И уже к середине фильма звук просто кошмарно не соотносится с тем, что происходит на экране, и смотреть довольно-таки сложно. Но, к счастью, фильм сам по себе-то не очень-то интересен. По сути, это тоже самый классический пересказ сюжета о мумии, только на этот раз у нас жрец не влюбленный в какую-то там принцессу, а жрец, который превратили в мумию, который, по идее, должен защищать гробницу принца. Молодого принца, там показали во флешбеках, там дитё вообще малое, то есть подросток. И, собственно, в этом лишь разница. В остальном основная концепция фильма та же самая. Персонажи другие, суть та же. Поэтому это можно благополучно скипать. Собственно, поэтому я и решил этот фильм таки скипнуть и не смотреть его до конца. Не искать в нормальном состоянии. А сейчас я посмотрел последний фильм из серии «Хаммер». «Блад фон де маме стюм. Кровь гробницы мумии». Вот этот фильм уже довольно-таки интересен. Во-первых, тут нет, как таковой, традиционной мумии в нашем традиционном понимании. По-моему, тут в бинтах вообще никого нет, кроме сцены в самом-самом-самом конце. Но суть такая, что опять нашли гробницу, скрыли её, там археологические раскопки, там пять человек показали, вскрыли гробницу. Но на этот раз там никаких осторожений, ничего нет. Оказалось, что это гробница какой-то там злобной ведьмы, которую все прокляли. И именно поэтому захоронили её где-то там у чёрта на куличиках, чтобы никто её не нашёл. Но вот наши бравые герои такие её нашли и вскрыли. И через 20 лет, события переносятся на 20 лет вперёд, то есть, точнее, события происходят в наше время, но нам во флэшбэках показывают 20 лет назад. Собственно, реинкарнация этой самой ведьмы оказалась дочерью главного героя. И вот тут фильм довольно интересен во многих показателях. Во-первых, что мне первое бросило в глаза относительно вот этих флэшбэков и переносов обратно в наше время, этих людей играют одни и те же актёры, но их очень хорошо загримировали, чтобы показать их, так сказать, более постаревшими. Но, по сути, их играют те же самые актёры, которые играли их, когда показывали их более молодыми на 20 лет. Вот здесь гримерам прям отдельный респект. И постановщику тоже. Кстати, главный герой по фамилии Фокс, по-моему, или Факс, его так хорошо загримировали, причём у него такой своеобразный грим, что в некоторых ракурсах, особенно в профиль, он прям один в один наш вылитый Иван Васильевич из одноимённого фильма, который меняет профессию, только посидевший. Вот прям один в один, честное слово. Я вот этот момент запомнил. Но это дело десятое. И, собственно, нам показывают как раз вот эту вот реинкарнацию этой самой злодейки в дочери главного героя. Второй момент, который мне понравился, это как раз-таки вот сама наша главная героиня. Не совсем понятно, там, ну, по ходу действия всё происходит как обычно, то есть начинают планомерно умирать персонажи этой самой экспедиции. И мумия, точнее не мумия, а вот та, по идее, которая должна быть мумией, вот эта вот самая ведьма, она становится всё сильнее и сильнее. И вот тут вот не совсем понятно, то есть обыграно так интересно и хорошо, что непонятно, или это сама Маргарет, вот эта вот дочь как раз вот этого исследователя, возжелала власти и теперь пользуется возможностями вот этой самой ведьмы, или эта сама ведьма уже планомерно начинает постепенно как бы перерождаться в её теле и захватывать её разум изнутри, так сказать. Фильм вот это вот очень хорошо обыгрывает, и она мечется из стороны в сторону. Зрителю не до конца ясно, на чьей стороне она, так скажем, или точнее, кого мы наблюдаем перед нами. Мы наблюдаем Маргарет, или мы наблюдаем Терру, вот эту самую ведьму из прошлого, которая уже переродилась. И это непонятно вплоть до самого конца фильма. Это вот очень хорошо. Но концовка мне, кстати, не очень понравилась, там так смазана, с одной стороны, я спойлерить не буду, но там финальная сцена довольно-таки спорная. Но концовка мне понравилась в том плане, что она как бы остаётся открытой. То есть не до конца ясно, а кто всё-таки жив-то остался. Но я спойлерить не буду. Третий момент, который мне понравился, это вот как раз в сумме, вот этот вот общий, так сказать, как бы, блин, кто-то стучится опять, общий вот этот вот посыл, так сказать, всего фильма. То есть вот этот вот второй момент, который я описывал, то, что непонятно до конца, кого мы видим перед собой, в целом не до конца даже понятна мотивация или действия определённых персонажей фильма. Даже непонятно, на чьей они стороне до конца получаются. Это уже ближе к концу всё раскрывается. И в итоге фильм превращается скорее не в ужастик, в традиционном для нас понимании, а скорее в такой, знаете, мистический детектив. Лично я такого просто банально не ожидал. Если честно, я просто ожидал очередной увидеть фильм, где опять забинтованная с ног до головы мумия, шоркая одной ногой, пытается всех придушить. Но нет, фильм в этом плане меня удивил. Поэтому частично я всё-таки могу его порекомендовать. Но, с другой стороны, я не могу его порекомендовать, потому что это всё-таки довольно старый фильм. Он очень медленный, он довольно, я бы так сказал, камерный. То есть, помимо главных героев, в фильме практически вообще никого нет. То есть, даже когда нам показывают улицы, они вообще абсолютно пустые. То есть, явно видно, что всех разогнали для съёмок. Это немного как бы выбивает из общей атмосферы этого фильма. Поэтому я прекрасно понимаю, что этот фильм подойдёт не для каждого. Но, если вам понравится... Если вы сможете смотреть вот такие вот старые фильмы... Скажем так, если вам нравятся ранние работы Альфреда Хичкока, я рекомендую посмотреть «Кровь из гробницы мумий». Это что-то вроде такого детектива с элементами мистики получилось. И, кстати, там довольно неплохие спецэффекты до своего времени. Вот это я тоже могу отметить. Но, если вы не перевариваете такие старые фильмы, то да, лучше это скипнуть. Так, собственно, продолжаем с мумиём. Да, я сделал небольшой перерывчик. Ну, вы этого как бы не заметите, потому что видео сплошное. Но я сделал небольшой перерывчик и решил посмотреть следующие три фильма. Как бы, скажем так, ну, не за раз, но, вряд ли, так сказать, друг с другом, потому что они считаются как бы единой трилогией. Они даже так называются в трилогии Стивена Саммерса, потому что он режиссировал эти фильмы. По крайней мере, первые два. По-моему, третий дне он снимал, но суть не в этом. Это уже более современная интерпретация мумии. Первый фильм вышел в 99-м году, второй, кажется, в 2001 или 2002. Третий в 2006, что ли, 2008. Ну, не суть. В общем, это уже более современные фильмы. И я, естественно, их еще в юности смотрел, и вы их, наверное, тоже смотрели. Это где главного героя играет Брэндон Фрейзер. Вот. Эти уже фильмы уже более приключенческие. Там элементов хоррора все меньше и меньше становилось. Но мне понравилось то, как они обыграли. По крайней мере, первый фильм, он в целом повторяет основную, скажем так, затею из самых ранних, из оригинальных мумий 30-х годов. То есть, был жрец Имхотеп, который возлюбил наложницу своего фараона, который прикасаться, естественно, нельзя. Фараон об этом во всем узнал. Решил их наказать. Но Имхотеп его опередил и зарубил. За что, собственно, его и наложницу Ангсон Амун прирезали. Точнее, Ангсон Амун сама себя убила. А Имхотепа схватили, когда он пытался ее оживить. Опять же-таки, это отсылка к первому фильму, где он пытался ее оживить. А Имхотепа схватили, и заживо муфицировали. При этом еще отрезав язык. Что тоже является отсылкой, но не к первому, а, по-моему, ко второму фильму. Это который уже про мумию Хариса был, 40-го года. Но это тоже отсылка к нему. И вот это как раз первый момент, который меня порадовал. В первом фильме про мумию, вот этого, 99-го года, очень много отсылок к классической мумии. В атмосфере, в сеттинге, и даже в мельчайших деталях. Но при этом он умудряется быть своим собственным фильмом, отдельным от них. Он хоть и берет там очень многое за основы, и часто отсылается на оригинальные классические фильмы, но, смею заметить, смотрится он совершенно по-другому. Ну, во многом потому, что он стал более приключенческим. Определенно элементы хоррора, или скорее мистики, такой саспенса своеобразного, в фильме все еще осталось, но они явно ушли, скажем так, на второй план. Все-таки это так называемый типичный блокбастер. То есть надо было побольше спецэффектов, по минимуму сюжета, чтобы, так сказать, зайти массовому зрителю. Я, в принципе, ничего против этого не имею. Фильм по-прежнему спустя 20 с лишним лет смотрится очень даже ничего. Я его пересмотрел уже в который раз, потому что в юности я его смотрел несколько раз. Я его сейчас пересмотрел, и несмотря на то, что он идет 2 часа, предыдущие многие фильмы, я думаю, вы помните, они даже час едва ли шли, а этот шел 2 часа, и он практически не проседает. Это он держит прям в напряжении, поддерживает интерес, и это очень даже хорошо. При этом, по сути, непосредственно мумию вы увидите чуть ли не через половину фильма. Грубо говоря, первая половина – это, так сказать, затравочка. И только потом уже появляется мумия, и прет, так сказать, экшен. Очень мало фильмов, особенно современных, могут похвастаться тем, что они могут заинтересовать зрителя таким образом, что, грубо говоря, полфильма ничего не происходит, но зритель по-прежнему смотрит фильм с интересом. И вот этот фильм, он умудряется это делать. Во многом, кстати, вполне возможно, за счет того, что я уже смотрел предыдущие фильмы, и вот эти всякие отсылочки, основная конфа, вот это вот мне как бы знакомо, и то, как они обыгрывают это по-своему, по-другому, наверное, создает определенный интерес лично для меня, для знатока вот этого классических образов, классического, скажем так, сюжета, который они обыгрывают. Может быть, этот фактор, конечно, играет, я не спорю. Но суть победительная такая же. То есть основной сюжет тот же, то есть наши главные герои случайно оживляют мумию, и эта мумия начинает творить всякий террор. Ну, естественно, так как это уже современный блокбастер, плюс он сейчас современный, да, спецэффекты можно было, скажем так, повпечатляюще сделать, нежели в ранних фильмах. Естественно, он там много всякого колдует. То есть уже в сторону больше фэнтези ушло. То есть если в первых фильмах был именно мистицизм, то есть он там, он там хоть и колдовал, но довольно-таки редко. Как я уже сказал, он был скорее более манипулятором, имхотеп. То есть здесь вот именно, что он просто злой колдун, скажем так. Но мне по-прежнему фильм понравился. Кстати, еще одна ссылка, которая там была, одного из персонажей положительных, я не помню, как актера звать. Ну, короче, он играл, типа, защитника пустыни, которые якобы 3000 лет там живут и охраняют гробницу этого имхотепа. Вот. Его звали Ардев Бэй. Это отсылка как раз на первый фильм, потому что имхотеп в кавычках маскировался именно под именем Ардев Бэй в фильме 32-го года. Тоже такая приятная для меня отсылочка была. Вот. Первый фильм оказался очень успешным. Он собрал кассу. Зрители его не слишком хорошо приняли, но кассу, как я уже сказал, он собрал, и поэтому пару лет спустя вышел сиквел. Вот сиквел уже немного похуже. Там зачем-то... Там событие происходит уже спустя, по-моему, 10 лет. У наших главных героев появился сын. Да, там пара образовалась, скажем так. Вот. У них появился сын, и, к сожалению, он, по сути, и есть главный герой. По факту, тут такая же ситуация была, как с черепашками ниндзя 90-х годов. Я про фильм имею в виду. То есть второй фильм сделали, так скажем, кидс-френдли. То есть более приветливым для детей. То есть они ввели детского персонажа, они убрали еще больше акцент на хоррор составляющей. То есть мистицизм практически ушел, а стал чисто колдовство, скажем так. Появилось больше комедийных моментов, появились даже целые комедийные персонажи. В целом, да, фильм ушел вот в эту сторону, и это явно сильно заметно, и это очень сильно бьет, скажем так, по атмосфере фильма. Во многом из-за того, что родители этого самого дитя, главный герой, просто откровенно тупые в этом фильме. Вот серьезно. В некоторых местах им прям самому хочется бошку прострелить, настолько они тупые стали. Именно вот в угоду тому, что надо показать как раз-таки взаимодействие именно с этим ребенком. То есть ребенка надо похитить, мы сделаем родителей тупыми, они не заметят, как его похитят, буквально у них из-под носа. Опять же таки акцент надо сделать на ребенке. Ребенок всех в итоге спасет. Он воскресит свою мать в восьмилетнем возрасте, зная, как говорить на древнеегипетском. Ага, я в это верю, блин, обязательно. В общем, вот эти моменты мне не нравятся. Но, смею заметить, а да, еще один момент, который мне не понравился в этом фильме, все очень темное. Практически все действие фильма происходит либо ночью, либо в пещерах темных. Единственное, как раз, к чему я как раз хотел сказать, единственное, что мне понравилось в фильме, это концовка. Последние полчаса фильма, он также идет два часа, последние полчаса фильма «Мумия возвращается». Она, во-первых, как раз-таки происходит на свету, скажем так. А во-вторых, она именно наиболее экшен-ориентированная и лучше всех смотрится. Да, это из разряда «отключай мозг и просто тупо наслаждайся зрелищем», но, по крайней мере, это зрелище действительно увлекает в эти моменты. Поэтому здесь вот мне понравилось. И еще один момент, который мне понравился в самом-самом конце, который я хотел бы отметить, это, если вы таки не смотрели этот фильм, я не хочу вам спойлерить, но мне понравилось, как они обыграли реакцию главного злодея и его, скажем так, возлюбленной, когда она сделала конкретный один поступок, который очень неприятно удивил главного злодея, но при этом противоположный поступок, скажем так, сделали главные герои. И вот эта вот его реакция вот на эти события, вот актер, который играл эту мумию, Имхотепа, он чисто своим лицом, своими глазами прям вот отлично передал вот эти эмоции. Вот этот момент мне очень понравился. Если вы не смотрели, я не буду вам спойлерить, что это за момент. Я думаю, если вы будете смотреть впервые, вас это тоже приятно удивит. А если вы уже смотрели, вы прекрасно поймете, про что я говорю. Мне этот момент очень понравился. Вот. Но в целом, да, второй фильм мне понравился меньше в целом. Его можно смотреть, безусловно, но с первой частью он не сравнится. Первая часть очень хороший фильм. Он, скажем так, знаете, такой, на уровне хорошего проходника. То есть, его, он, его можно посмотреть разок, может быть, раз в 10-15 лет, не более. То есть, это такой фильм на разок, но это хороший фильм на разок. То есть, как я уже сказал, он вас, по крайней мере, лично меня, он захватил прям полностью. Я его посмотрел залпом с огромным удовольствием. Он держал во мне интерес. Второй фильм уже несколько хуже, к сожалению. Самое забавное, что второй фильм вводит сюжетную линию еще одного персонажа под названием Король Скорпионов. Король Скорпионов. И про него, вот чего я не знал, оказывается, есть не просто отдельный фильм спин-офф, а целая серия. Причем, там аж 5 фильмов вышло. То есть, в основной, вот это вот, основная всего лишь трилогия, а спин-оффов аж 5 штук. И меня это даже заинтересовало. Надо будет как-нибудь, надо будет, вот, собственно, после вот этого, я планирую хотя бы вот первый фильм посмотреть, потому что я его, я про него знал, но я его не смотрел ни разу до этого. И там снимался Дуэйн Джонсон, который Скала, Рок из рестлинга. Вот. И, собственно, вот я хочу его посмотреть, хотя бы вот этот фильм, первый. Если он меня зацепит, может быть, я даже остальные посмотрю. Так вот, самое забавное, что оказывается, помимо этого, этот второй фильм, мало того, что породил еще один сиквел, про который я сейчас тоже расскажу. Только оказывается, по нему еще и был мультсериал, где как раз вот этот пацан был главным героем. То есть, это прямо вот этот мультсериал, там аж на 26 серий, именно что является сиквелом вот этого второго фильма, то есть прямым продолжением. Я посмотрел первую серию, это типичный анимационный американский сериал той эпохи. То есть, очень детский, очень тупой, и как раз таки вот с акцентом вот на этом пацане. Знаете, скажем так, вот в стиле черепашек-ниндзя, Химена, трансформеров, Тандеркатс, вот в стиле вот таких вот мультиков. То есть, если вам нравится подобное, можете посмотреть, может быть, вам зайдет. Я, если честно, уже вырос из этого, так что я не могу смотреть. Вот. Ну и, собственно, третье, что из этого вышло, это в 2008, вроде как, году вышел третий фильм под названием «Гробница императора дракона». Кажется, так у нас перевели его. Вот этот фильм просто говно, если честно. Во-первых, они поменяли чуть ли не половину персонажей, актеров, я имею в виду. Это очень сильно бросается в глаза и это очень сильно, скажем так, выбивает вас из колеи. По крайней мере, лично я очень долго привыкал к этому, практически весь фильм. Ну, а во-вторых, там практически нет ничего от, я уже третий раз повторил слово практически, нет ничего от предыдущих двух фильмов, кроме главных героев. Там действие происходит уже в древнем Китае. Они ищут эту таракотовую армию, что ли, это называется. Вот. То есть, по факту, сюжет как бы приблизительно тот же самый, просто они поменяли сеттинг с египетского на древнекитайский. И все. Но при этом фильм стал еще более глупым, с еще большим акцентом на CG спецэффекты, которые во втором-то фильме были не очень. Я думаю, те, кто смотрел, прекрасно поймут про что я. тот же Король Скорпионов, например. В третьем фильме они, мне кажется, еще хуже смотрятся. Ну и опять же таки, сам сюжет просто копирка предыдущих, причем еще глупее. И опять эти глупые шуточки стало еще больше. Эти глупых шуточек. Короче, они взяли все то, что мне, по сути, не понравилось в сиквеле, именно на основе этого сделали триквел. То есть, этот фильм мне вообще не понравился, вот его вообще не рекомендую к нему прикасаться. То есть, если первый фильм я рекомендую посмотреть всем, если вам понравится, посмотрите сиквел, то третий фильм избегать, сразу прям убегать от него, не смотреть. Ну вот, собственно, трилогия вот этого Стивена Соммерса, несмотря на то, что третий фильм не он снимал. И теперь у меня остается что? Теперь у меня остается, значит, Король Скорпионов. Я посмотрю первый фильм, если он мне понравится, я, возможно, посмотрю остальные. И остается Мумия 2017 года с кукурузом в главной роли. Ну и на этом пока мест все. Итак, посмотрел я все-таки Царя Скорпионов. Глупый фильм. В принципе, я понимаю, почему он не так известен, как оригинальная Мумия. По сути, Царь Скорпионов это такой, знаете, стерильный блокбастер с явно видимым добром, с явно видимым злом, с очень простым, понятным сюжетом, минималистичными диалогами, посылом и так далее. Постановка там хорошая, там хорошая постановка, там очень хорошие декорации, все наряды, все эти локации, все город хорошо построен, был сделан, показан. Вот это все чисто визуально смотрелось отлично. Смею заметить, там никакой мистики не было. Единственный мистицизм, там был только один персонаж, колдунья, и то она по минимуму колдовала. в отличие от своего просто скажем так прародителя, вот именно мумии, там минимум колдовства, там по большей части все, так сказать, приземленно было. Не совсем понятно, как вроде как персонаж тот же самый, что и во втором фильме, тот же царь скрипионов, но здесь он почему-то показан положительным персонажем, во второй мумии он показан явно отрицательным, непонятно, зачем так сделано было, но как факт. Но суть в чем, значит, у нас есть герой, собственно, которого играет Дуэйн Скала Джонсон, будущий этот царь скорпионов, вот он последний из какого-то там рода древнего супер-пупер-дупер воинов, вот, и его нанимают, чтобы убить колдуна местного Сталина, образно говоря, который прокатывается, так сказать, по всем землям, всех убивает, всех завоевывает и сидит, правит. Он, этот самый Дуэйн Джонсон и, по-моему, матья зовут в фильме персонажей. Он, значит, добирается до этого довольно-таки быстро, в самом начале он добирается до этого колдуна, но эта колдуна внезапно оказывается секси-азиаточкой. не буду дальше дословно описывать, но в принципе, я думаю, вы можете предсказать, чем все это закончится. Матерс этот окажется избранным, который спасет народ и поведет их на битву со злом светлое будущее и так далее, тому подобное. А колдунья ему, естественно, в этом поможет. В фильме очень много глупых моментов. Например, там есть откровенно глупые комедийные персонажи, которые вообще не несут никакой цели. Даже свои собственные функции они не оправдывают. Там есть один придурок, который, по идее, должен быть комедийным персонажем, но он даже не шутит, я не знаю. Вокруг него даже никаких конкретных шуток нет, кроме того, что он идиот. Даже на него смотреть-то особо неинтересно. Поэтому да, как-то в этом плане тупо. Сам главный злодей тоже мне не понравился. Там был один момент, когда войско узнает о том, что вот эту колдунью похитили, он типа скрывал. Это колдунья, и как раз в чем колдовство заключалось, она была вангой. Она предсказывала, в каких сражениях он победит, а в каких нет. И все об этом знали. что максимально тупо. Все об этом знают. И ее как раз похищают. И войско об этом узнает, и приходит к этому головняку и говорит типа а где колдунья-то? Мы в бой не пойдем, пока она не скажет, что все зашибись будет, что мы все живые плывем. И этот главный злодей в первой сцене, когда это происходит, потому что это было не в одной сцене, он показывает себя грубо говоря засунком и говорит, мол, иди не твое дело. В нормальном античном обществе его после этой фразы бы тут же бы прорезали и посадили бы на его место кого-нибудь более внушительного и тут же отправили поиски на эту колдунью, потому что вокруг этой колдунью все и крутится. Не было бы этой колдунью, не было бы и этой армии, она бы тут же разбежалась мгновенно. Потому что они прекрасно понимают, что без нее они ничто. Они не пойдут никуда, просто. Они уже просто привыкли к тому, что им говорят, вот в этом бою вы выиграете, все будет ништяк, вы все вернетесь живыми. Именно поэтому они во всей этой готовасии участвуют. То есть таких косяков вообще в фильме там полно. То есть он максимально глупый, он рассчитан на тупое отключение мозга у зрителя. То есть это среднестатистический такой типичный блокбастер. Отключаешь мозг и наслаждаешься действием. Но при этом сам сюжет, вот персонажи они максимально клишированы, неинтересные. Главный герой тоже особо не импонирует. То он наемник, для которого все решает деньги, которому на всех насрать, кроме на себя и своих братьев. То он вдруг по щелчку пальцев стал избранным, который за народ кичится и всех спасать бежит. Вообще никакой предпосылки к этому не было. Даже не показано было, что он в эту колдунью влюбился. Просто щелчок пальцев все, он теперь главный герой. Он добро в вакууме, он бежит всех спасать. Честно сказать, я через не хочу этот фильм досмотрел, мне он не понравился абсолютно. поэтому я не рекомендую его к просмотру и соответственно сиквелы я даже смотреть не намерен. Как у этой фигни аж 5 сиквелов появился, я понять не имею. В принципе да, как зрелище он хорош, опять же таки. Там хорошая постановка, бои хорошо смотрятся, зрелищно. В этом плане все очень хорошо. Но такие фильмы только на разок. Да, вот я посмотрел их я могу похвалить костюмеров, я могу похвалить дизайнеров, я могу похвалить постановщиков, я могу похвалить каскадеров. Все, всех остальных я похвалить не могу. Больше мне как-то сказать про этот фильм нечего. Ну и остается у нас только мумио с кукурузом 2017 года. Видим, забегая вперед, отзывы я читал, отзывы я читал, и я прекрасно осведомлен о том, что фильм считается вообще говнищем, провальным. Но я предпочитаю все-таки сам смотреть и уже потом делать какие-то свои выводы. А пока месяц все. так собственно посмотрел я последний фильм про мумио 2017 года с кукурузом главной роли и не такой уж он и прям плохой я не знаю почему-то у него прям такое резко негативное отношение к этому фильму. Я посмотрел в принципе ничего так да не шедевр но на разок вполне сойдет. У него есть как и свои плюсы так и свои минусы. Мне например понравилось тот банальный факт что все действие не происходит опять в Египте. Серьезно практически во всех фильмах с мумией все действие происходило черт побери в Египте. в кои-то веки нам показали какие-то другие локации кроме ранних фильмов где происходило все в камерных домах 30-х годов Британии. Здесь в кои-то веки нам показали разные локации даже целый лес есть зелень увидеть на фото произошло что в большинстве фильмов нам показывают в основном одни пустыни 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 гробницы 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 тут я когда увидел лес меня прям по глазам это ударило настолько это неожиданностью было наверное я просто устал смотреть на одни и те же локации просто банально приятно то что действие не происходит все в одно и то же черт побери гробницы и в одном и том же черт побери Египте я конечно понимаю что мумия с Египтом сразу ассоциируется но все равно второй момент который мне понравился это то что главный злодей это злодейка казалось бы такой простой такой факт но учитывая что во всех прошлых фильмах всегда был мумий какой-то сторож то теперь мумия мало того что это мумия так она еще и сама за себя скажем так постоять может это это тоже скорее не то чтобы приятная деталь а скорее интересная смена динамики на фоне особенно старых классических фильмов как бы в мумии 99 он тоже мог для себя постоять но все равно он как бы был более приземленный что ли я не знаю он колдунствовал но его колдунства ограничивались в основном насыланием саранчи и огромных стен песка слэш воды это кстати тоже здесь есть третий момент который мне понравился это заимствование различных элементов из различных предыдущих фильмов то есть это вроде как ремейк но при этом это самостоятельная история с такими легкими аллюзиями на прошлое то есть они как бы прекрасно понимают что они продолжают так скажем копировать но они хотя бы что-то свое придумывают вот но минусов конечно тоже у фильмов полно во первых это кукуруз фанаты Тома Круза могут меня конечно на виллу поднять но мне не очень нравится этот актер дело в том что Том Круз он знаете он актер одной роли я не неважно в каком фильме появляется он все время играет Тома Круза лично для меня я немного фильмов с ним смотрел но вот тех фильмов которых я его видел если он не загримирован до чертиков так что его не узнать я думаю вы прекрасно понимаете о каком фильме я говорю то он играет просто самого себя всегда и в этом фильме это тоже не исключение и фильм акцентируется именно на нем несмотря на то что фильм называется мумия мумию тут как-то на второй план отодвинули она как бы антагонист по-прежнему но сама история все равно центрируется вокруг персонажа кукуруза вот это мне тоже не совсем понравилось еще один момент связанный с персонажем который мне не понравился это то что они они же с этим фильмом пытались сделать нечто вроде своего ответа Marvel и DC так называемый свой Dark Universe решили создать но ничего у них не вышло потому что фильм провалился в прокате и вот они тут впихнули еще Джекила и Хайда точнее попытались его впихнуть но он буквально просто вот из ниоткуда появляется с очень спорной непонятной какой-то мотивацией то есть мотивация у него есть но она опять же таки дырявая вот в этом плане конечно тоже фильм кажется скомканным такое ощущение что его очень много сцен просто понавырезали нафиг как ты ты смотришь сцену она потом следующая сцена показывается такое ощущение как будто между ними что-то прям вот реально вырезали чего-то вот прям явно не хватает и вот по мере всего этого фильма этого накапливается 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 и в конце у тебя больше вопросов нежели ответов получается вот этот момент мне тоже не понравился то есть фильм он не прям плохой но он явно конечно спорный скорее всего тут сыграла роль вот эта так называемая хайп машина всяких блокбастеров голливудских они нарекламировали нарекламировали народ естественно сам себя так сказать нахайпил ожидает прям крышесносного фильма а в итоге просто получает проходной боевичок на разок естественно он окажется недоволен и вот мне кажется именно поэтому собственно фильм считается провальным то есть ожидание более слишком высокая планка так-то фильм сам по себе относительно неплох по крайней мере я его посмотрел и я получил свою дозу удовольствия скажем так вряд ли я его конечно пересматривать буду но скажем так я не потратил время впустую как мне кажется да он конечно идет два часа но все равно мне фильм показался неплохим на разок сойдет если вам нравятся вот такие графонистые экшены скажем так бессмысленные так называемые фильмы аттракционы да можете посмотреть вполне неплохая вещь ну и затем как бы все относительно мумиев я так вот сейчас думаю когда записываю этот последний кусок наверное надо было отложить это дело все до октября до хэллоуина а потом я так думаю ведь меня же наверняка будут это сравнивать с Джеймсом Рольфом с его монстр мэднесс тогда лучше да лучше сейчас сделаю ну собственно подводя итоги довольно таки интересные такие четыре интерпретации одной и той же истории есть то есть от Universal 32 года от Hammer 59 от Стивен Саммерс 99 и вот 2017 года от Кукуруза еще как бы я читал пока вот я искал информацию об этих фильмах я читал что в начале 90-х по-моему Уэйс Крейвен хотел сделать свою собственную версию Мумии это тот чувак который на ужастик специализируется Фредди придумал Кошмар на улице я бы в принципе посмотрел бы на его версию то есть вместо того что в 99 году получить у нас вот этот приключенческий фильм такой с омажами на разные стили предыдущих фильмов возможно мы могли бы получить реальный какой-нибудь хоррор прям вот жутковатый я бы в принципе не отказался от этого потому что да хоть там как я отмечал в фильме 99-го года есть такие саспенсовые моменты но все равно это даже мистическим триллером вряд ли можно назвать это приключенческий фильм вот собственно что я хотел сказать как бы у нас 4 фильма по сути обыгрывающие одну и ту же историю но при этом они каждый обыгрывает эту историю по-своему и делает этот фильм по-своему уникальным поэтому лично я рекомендую каждый этих 4 4 фильмов посмотреть всем желательно в порядке естественно от первого к последнему чтобы посмотреть так сказать эволюцию дальше уже сами решите кому что больше нравится мне в принципе понравились по-своему понравились все 4 фильмы основные второстепенные это конечно там уже мракобейс идет особенно с царем скорпионов это вообще ни килограмма ни города единственный фильм который могу отметить из второстепенных это кровь из гробницы мумии это где была где была жрица терра вот эта которая последняя из хаммеровской квадрологии вот но основные я рекомендую посмотреть всем это своеобразные первые два по крайней мере точно своеобразные но интересные по-своему фильма то есть сделайте скидку старым фильмам на то что они все-таки старые особенно то что 32 года если если бы я их смотрел тогда в кинотеатрах мне кажется это бы крышу прям сносило офигенно было бы смотрелся ну и сейчас эти фильмы довольно таки неплохо смотрятся опять же если вы заранее настроите себя на просмотр этих фильмов поэтому да я рекомендую посмотреть все 4 основные мумии собственно да и за 7 наверное все мой экскурс в мумию так сказать заканчивается Дракулу Франкенштейна там Человек-невидимку я наверное оставлю как-нибудь на потом я все-таки хочу разнообразие и не акцентироваться на чем-то конкретном то есть к древним монстрюкам хоррором из хорроров мы еще как-нибудь вернемся но на сегодня на сейчас точнее давайте наверное все вот я решил начать с мумии потому что лично для меня это самый интригующий персонаж был потому что он скажем так не основывался на чем-то конкретном как я описывал в самом начале вот поэтому я хотел посмотреть вот именно все мумии мумию для начала вот и потом как-нибудь месяц через два через три может быть чуть-чуть попозже вернемся может быть к Дракуле или Франкенштейну их там было еще больше про оборотни да Уфман там тоже целая серия фильмов было тоже можно будет посмотреть интересно все по крайней мере для меня вот ну а сейчас наверное что-нибудь другое надо что-нибудь помельче взять не такие огромные серии фильмов надо Mortal Kombat посмотреть о том все мозги уже прожужжали честное слово надо найти посмотреть на торрентах есть оно или нет и посмотреть новый Mortal Kombat ну а за 7 у меня все пишите в комментариях смотрели ли вы эти фильмы как они вам если если вы их смотрели если не смотрели посмотрите опять же хотя бы основные 4 и потом отпишитесь как они вам понравились или нет ну а на сегодня все всем спасибо за внимание до скорых встреч